Здравствуйте, дорогие мои, с вами на связи Викана. Сегодня хочу показать расклад. Мне часто спрашивают, ну а почему есть только расклады для женщин? Мне пишет очень много мужчин, а почему для мужчин нет, да? Почему вы только женщин, да, как бы показываете? А покажите с нашей точки зрения, да? Может, нам тоже есть что-то в женщинах, их не нравится. Вы все время показываете, что что-то не нравится только в женщинах, в мужчинах. И вот здесь мне написал один мужчина и сказал, покажите тоже, что может быть. И вот давайте сейчас будем придерживаться, все-таки я постараюсь показать такой расклад, что мужчине не нравится в женщине. Давайте, как бы для мужчин расклады, для женщин. Вот любая карта, которая здесь сейчас выпадет, она будет говорить о негативной стороне. Вот только про то, что не нравится, будем смотреть, да? Что, как говорится, я увижу, то и будем сейчас показывать. Может быть, когда-нибудь слышали, она мой самый близкий человек, вот эта женщина, мой близкий человек, так мужчина, может, вам говорили, либо ты мой близкий человек, да? А мужчина, когда идет на отношения с женщиной, он стремится, если это правильное отношение, духовной близости с женщиной, да? Возможности делиться с ней какими-то сокровенными мыслями, чувствами, быть на равных, да? Это говорит, вот этот мой человек, мы на равных с ней, да? У нас равноправные отношения. А есть такие качества, которые мужчинам не нравятся в женщинах, да? И давайте вот сейчас какие карты выпадут, такие выпадут, колоды перцессовала. Что все-таки не нравится мужчине в своей женщине? Давайте посмотрим. Вот сразу идти мечевая мастер у нас идет. И карта ребенка, да, Паш Мечей. Паш Мечей расшифровывается таким образом, что это человек, который не в состоянии что-то делать. У него не получается. Либо он до такой степени еще мал, что он пока не дорос, да? Нос не дорос. Значит, что мужчине здесь не нравится? Уничтожение, да, мужского достоинства. О чем это говорит? Это говорит о том, что мужчине не дают решать свои проблемы. Он думает самостоятельно. И вообще какие-то проблемы, да, которые в семье. Женщина его опекает, да. Она оказывает какую-то чрезмерную заботу, опеку. Но тем самым она же говорит, что я делаю к лучшему, как он говорит, да, этот мужчина. А на самом деле это не укрепление отношений, а разрушение, да. Уж слишком много опекает, слишком много считает, что я на что-то не способен. Очень много заботы. Материнская даже какая-то забота. Она делает из меня ребенка. Вот так вот, как бы сказал этот мужчина, да. Далее. Что еще? Здесь ведущая карта и аркан мира. Что бы я увидела в этом, да, например, да. Например, она не дает ему делать выбор. Она делает выбор сама, как он бы сказал, да. Это ошибка. На самом деле, ребята, мои дорогие мужчины и женщины, это ошибка. Почему? Потому что он считает, что он не оставляет выбора. Например, она говорит, вот завтра мы идем туда-то или туда-то. Либо сегодня мы едем туда-то, либо туда-то. Ну, в принципе, он считает, что это неправильно. Его не спрашивают. За него уже решили, как он говорит, да. За него уже решают. И он говорит, вот если бы, например, а я должен мирно следовать. Да, вот аркан мира. Я должен со всем соглашаться с тем, что она говорит. Мужчинам это тоже действительно не нравится. Может быть, как-то сказать, завтра вот, может быть, поехать туда. Как ты думаешь, да? Давай вместе съездим, например, да. И женщина сразу поймет, что вот ее ценность сразу пойдет вверх перед мужчиной. Вот здесь видите, какое показание? Управление и движение мирным путем за мужчиной. И это ему тоже не нравится. Представляете? Давайте достанем еще. Опять-ка детская карта. Вот чтобы я в этом увидела, что ему не нравится. Опять ребенок, опять детская карта, шестерка, шестерка. Я бы сказала так, что ему здесь не нравится. Может быть, слышали детство? Котик, зайка. И мужчина говорит так. Она меня называет какими-то уменьшительными именами. Я то котик, то зайка, то слоник, например, да. А ему это не нравится. Он хочет, например, мужественные слова какие-то, чтобы либо по имени его называли, да. Либо какой-нибудь, может, лев там, например, да. Тигр мой, например, да. Вот. А что такое котик, зайка? И он тоже видит себя в каким-то уменьшенном состоянии здесь. Тоже ему это не нравится. Представляете? Ну, давайте еще, что ли, одну позицию посмотрим, что может не нравиться. Ну, вот здесь тоже я смотрю. Тоже я смотрю. Здесь женщина что-то надумывает. Глаза, видите, закрытая. Аркан справедливости. Ищет какую-то справедливость в отношениях. И о чем это может говорить? Сама, как он говорит, додумывает. Сама придумывает. Накручивает себя. И пока она себя накручивает, ко мне, как он говорит, выливаются какие-то, вот это все выливается в какую-то претензию. Претензии. Она сама надумала, сама придумала, как я часто говорю, уже чемоданы мысленно собрала и к маме поехала. А на самом деле этого нет. И когда начинает, она, как он говорит, мне предъявляет эту претензию, вот она, Аркан справедливости, она пытается справедливо как бы думать. И она думает, что на самом деле так есть, ревнует его, да. А он не понимает, что происходит, в чем его упрекают, да. Вот этого даже не существует, как он говорит. А она меня в этом упрекает. Поэтому мужчины, они не любят подобное поведение. Потому что лучше поговорить, да, но не накручивать себя. Это женская энергия. Императрица, очень много женской энергии. Я понимаю, что надо быть женщиной, да. Но, к сожалению, здесь вот, как мужчина бы сказал, она накручивает себя. И думает, что это справедливо. И она ищет какую-то справедливость в этом, выкапывает какую-то правду. А для нас обоих эта правда не подходит. Понимаете, да? Понимаете, про что говорю? Она додумывает все сама. И впоследствии надеваются какие-то скандалы. Понимаете? Потому что она не спрашивает у мужчины, что на самом деле произошло. Втихаря там ходит и думает. Представляете, да, что происходит? И вот мы здесь рассмотрели. Ну, давайте, сколько у нас тут? Четыре аспекта. Я думаю, достаточно, да, что мужчину не нравится. И так давайте все-таки посмотрим, да, что не нравится. Ребенка из него делают. Слишком много материнской заботы и опеки. Потому что это появляется отношение мама-сын. И женщина, даже вот я бы, честно говоря, сказала бы, что эти отношения превращаются из нелюбимой женщины, а мама. А зачем им мама? У нее мама уже была, да? Дальше она накручивает себя. Я просто резюмирую расклад очень много. Додумывает много. Вместо того, чтобы выяснить с ним и узнать правду, либо добыть какие-то факты, да? Какие-то страшные сказки придумает, да? Вот какие-то действительно страшные сказки. Вот мне часто, когда ко мне обращаются за консультацией, я эти сказки очень часто слышу, да? А потом котенок-зайка сказала, да? Лев-тигр. Либо что-то интереснее придумать можно, да? Либо вообще по имени. Не нравится мужчина. Ну какой он котенок, какой зайка. Не хочет он быть таким. Потому что нужно понимать, что мужчины, они умеют считывать внутреннее настроение женщины. Вот он умеет. Он ей ничего не скажет, а будет считывать это настроение. И, конечно же, вот даже при встречах, да, например, либо семьи разваливаются, да? Он интуитивно будет сторониться таких женщин, которые пропитаны негативом, каким-то страхами, каким-то напряжением. И однозавременно, конечно же, вот он будет стремиться к тем женщинам, которые легки в общении, легки на подъём. Они вот этими вот аспектами не заморачиваются. И вот часто, когда обращаются мужчины за раскладами, я тоже самое, мне говорят мужчины. Понимаете? Это я беру не с потолка, вот что я здесь вижу. Вот каждую карту можно понять, что вот эта тема именно на эту тему, да? Потому что мы смотрим, в чём негатив, в чём негатив. И вот такой негатив. И поэтому он не видит равноправие. Он видит, что его постоянно как-то, вот именно в этом раскладе, как-то вот принижают. Да? Вот такой расклад. Не знаю, как он и получился. Если у вас есть какие-то, что высказать, да? Может, у вас есть какая-то своя точка зрения. Но мужчины, да, спрашивают, почему только женщин? Скажите, что нам-то в ней не нравится. И вот я бы рассказала, что, может, не нравится. Потому что сколько я веду консультаций, я знаю очень много о людях. И поверьте мне, мои дорогие, я знаю очень много о людях. Я знаю поведение мужчин, поведение женщин. И это ещё не все ошибки, которые женщины допускают в отношении с мужчинами. Поэтому тут разбираться, разбираться, разбираться нужно. Поэтому, если у вас есть ещё что-то добавить, да? Либо вы с этим не согласны, можете написать мне в комментариях. Вот такой расклад, что видел я. Всего доброго, мои дорогие. Делаем выводы. Продолжение следует...